Я с удовольствием представляю ребят очень внимательно сейчас. Главное, чтобы вы не ослепли от детской красоты, которая сегодня появится в эфире. Фольклорный детский коллектив «Сибирята» прямо сейчас. Поехали. От Рождества и до Крещения, приготовив угощения, по дворам ходили в святки, пели разные калятки, наряжались и шутили, праздник ждали и любили. Так давайте же сейчас встретим мы его у вас. Сеем, веем, посеваем, с Рождеством вас поздравляем. Сеем, веем, овцом, рожью, милостью Божью. Плодись, пшеничка, овес, чечевичка, Чтоб здоровы вы много лет жили. Сеем, веем, овцом, овцом, завтра новый день. Не дадите пирога, мы корову за рога. Не дадите вышку, свинью за лодыжку. Не дадите хлеба, стащим с печки деда. Не дадите лапу, стащим с лавки бабку. Открывайте стундучки, доставайте питочки. Угощайте нас. Угостим обязательно, друзья. Ну что ж, спасибо, аплодисменты, конечно же, ребят, это вам. Это вам, спасибо за такие классные костюмы. Татьяна Базанова, директор Семенового центра Сибириата, и Галина Локотко, руководитель фольклорного детского коллектива Сибириата. Давай ты, наверное, пойдешь у нас к Галине, а я вот здесь оставлю. Мы, конечно, испугались таких угроз, и бабку с печки, и деда, поэтому накалядовали дети себе. Скажите, пожалуйста, почему именно в крещении, и вообще что за традиции с калядованием, связанные с гаданием? Ну, это русские народные традиции, и издревле наши предки, бабушки, молодые девушки калядовали. То есть они пели веселые песни, ходили по дворам, радовались сами, наряжались, радовали своих соседей, ну и, соответственно, получали за это угощение. Молодые девушки гадали. Я вот смотрю, и мне кажется, что в вашем коллективе есть дочка ваша, правильно я понимаю? Да, правильно. И скажите, а вот она у вас в хорошем смысле так клянчит что-нибудь? Вот вы приходите в магазин, а она такая, а использую-ка я калядку, которую мне мама научила, и давай там продавцу, а я там что-то нам сопру, или так далее, и так далее, нет? Думаю, такой будник. Она вообще большая сластена, но до калядок в магазине мы еще не дошли, не додумались, наверное. Откуда такие потрясающие костюмы? Обратите внимание, что даже у мальчишек вот есть такие червячки, как вот из «Ночь перед Рождеством», похоже очень. Да, да, это заслуга наших потрясающих родителей. Они с душой и очень добросовестно готовятся к выступлениям детей, к праздникам детским, и вот такие костюмы – это их заслуга. Родителям большое спасибо. Галина, насколько тяжело или, наоборот, легко общаться с ребятами вот в таком формате народно-фольклорном? Когда ты к детям с душой открыт, дети же, они такие люди самые искренние, они чувствуют. И тогда с ними очень легко и общаться, и заниматься с ними очень легко. Они какие-то секретики свои детские рассказывают, могут поделиться. Ну и вот таким образом можно расположить детей к себе. Здесь, в Красноярске, вот в этот период, действительно как-то ходите по домам, несете в мир вот эту традицию? Мы вообще-то понимаем, что к крещению заканчивается, да? Да, от Рождества до Крещения ходили, калядовали каждый день, собирался народ, детки от мал до велик ходили, калядовали. Когда я еще была маленькая, училась в музыкальной школе, мы прям ходили по дворам, калядовали. То есть, ну, также с педагогом, с музыкальным руководителем ходили, калядовали прям по дворам. А можно вот, да, сравнить? Тогда в вашем детстве люди были щедрее или, ну, а сейчас такие более скупые и сторонятся? Или наоборот, стали открыть и с удовольствием принимают вот таких красивых артистов? Знаете, ну, дети, это же вообще цветы жизни. Я думаю, что и тогда, и сейчас одинаково. Просто тогда это как бы было естественным путем, да? Мы приходили, люди действительно нас даже и не знали, не ждали, не знали, что мы придем. И они так это эмоционально нас встречали. А сейчас как бы это уже в формате концерта. То есть, родители, в принципе, когда шли на концерт, они уже знали, да? Куда они идут? Да, что нужно подготовить сладости, угощения. Но встречают одинаково. А вот в период вот этих, скажем так, колядок, какое-то их количество предусмотрено один раз в день? Или там до бесконечности, пока ноги не устанут? Как это происходит? Ой, ходили, они же собирались, не могли прям всей толпой, да, собраться. Ходились, конечно, курочками, грубками, да. А те, кто постарше уже, девки, парни, которые были уже на выдании, девицы. После вы купали дом самый большой в деревне и устраивали вечерки, игрища. Вот даже игру вам одну приготовили. Ой, давайте, я как раз хотела попросить вас, давайте сыграем в какой-нибудь. Давайте, вы будете с нами. Что нужно делать, естественно? Так, нужно будет с нами песенку подпевать. Я так и знал. По песням, игровая песня про козу, потому что самый главный атрибут в Рождестве, в калядках, была коза. То есть ее там и лечили. Живая? Не всегда. Ряженые, да, не всегда, да. Ряженые ходили, они переодевались и в чертов, и в козу, и вот, и шубы выворачивали наизнанку, да. Ну, в общем, повторять. Вы нас же угостили сладостями, мы с вами поиграем. Давайте. И шла коза дорогою, дорогою, дорогою. Нашла коза безрогого, безрогого коза. Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. Прыгаем! Помhtirmенько! Ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем. И ложками потупаем, потупаем, потупаем. Мы надевать чего не получим. И хвостиком помашем, помашем, помашем. Чем мотать? И еще попляшем, попляшем, попляшем. Головкой покачаем, качаем, качаем. И песню мы заканчиваем, заканчиваем, заканчиваем. Польфлорный детский коллектив сибиря. Ребята, спасибо вам огромное. Ребятушки, вам всего хорошего, удачи и классного дня снега. Прямо сейчас немного полезной информации вы перенесите.